Теперь я вас поздравляю. Нет, Ирина Искакова уже знаете. Так, в весной году случайно прочитала вас из интернета. Сделала весной заказ в Констачек Селив. У Сергея заказала сенец и межушка абрикоса, жардели, королевский абрикос. Привитый. Мне нужно фотографии именно жардели, именно плодок. Пока Терренковни, Украину перетащил в Сибирь. Но я надеюсь, что у сенецов все-таки два родителя, понимаете? Если стоит жардели улучшить, и она сразу выйдет на первую роль. Улучшить как? Допустим, у меня она 20-25 грамм, а у вас 30-40 грамм. Вот и все. Дальше. С тех пор заболел осадом. Заказываю у вас немного семечек, кончек каждый год. Зимой начинают стабильно чесаться руки, чтобы что-нибудь заставить, фиксировать и посадить. Абрикосы у меня растут везде. Я их даже не считаю. Несколько десятков есть. Уже наполовину засадила картошечный пантас у себя, у свекров. Вот идет война, кстати. Картошку садить или абрикос? Так. Много сеянцев раздарило друзьям. О, наш человек. Знакомый родственникам. Самое главное, ты впереди. Я же подумаю, что там под Москвой они где-нибудь или там в Смоленске или там в Брянске. Я бы даже и читать вам показывать не стал. У меня уже растет почти вся ваша абрикосовая коллекция. Никто не верит, что в Тюмени могут расти абрикосы. Тюмени! Тюмени! Шайбу! Шайб! Тюмень! 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 Вы представляете? В Тюмени. Цвета было много, но плодов пару десятков на двух деревьев пока по несколько штук. А начали мы когда с вами? Восемнадцатый год. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать лет. Ну вот, что мы имеем. Вот она, Тюмень. Ну чё? Я не вижу следов увядания, я не вижу больных листьев. Чего его опрыскивать? Вот это вот подлая вещь. Не успеет только лето, только с ним сошёл. Опрыскать профилоги. Чего его опрыскать? Потом опять опрыскать, потом летом опять, потом осенью опять, а потом подкормить, подкормить, подкормить. И трясут этими самыми мешочками. И всё это в магазине. А я одно скажу. Уважаемая Ирина, не подходите к ним, пока плоды не созрели. Сегодня, друзья, я потом что буду сказать? Мне прислали ссылку, кто-то из вас. Я посмотрел, как собирают абрикосы урожаи в Дагестане. Поразился, наверное, самые смелые люди на планете. Через горные ущелья, через горный поток, где только упадёшь в воду, уже не вынырнешь. Вот. Самодельные эти самые, как называют, натянуть провод, проводу типа тележки, и туда-сюда, потому что дороги строить никому не охота. А это их заработок, это их риск. Прекрасные абрикосы. Ну, только что полузелёные, да. Когда он их оторвал, на наших глазах он оторвал сотнями. Это был репортаж, наверное, журналистский. И вот прям от отрыва хруст был слышен. Хрум, хрум. Вот, конечно, мне это вызывает такое чувство. Я никогда не тряшу их. Они падают, долго не лежат. Это понятно. А чтобы с хрустом, да, на хранение, не могу я и всё. Я знаю, что это калечит дерево, калечит ладошки. Вот. Ну, пока насилия нам это не грозит, мы ещё не собираемся, как я говорю. Я спросил, сколько это вы продаёте. Он говорит, там, что он назвал. В общем, сотни килограмм. Так. Заказ хочу сделать на десяток косточек черешников, что пять клонов Силафима. Гигантские, которые. Поэтому я ещё раз показываю гигантские, которые от своего дерева. Внимание! Кто-то скажет, ты что смешаешь, кто-то, наверное, привезут к Среди Азии. Нету Среди Азии таких. Вот. Подобие этого есть в Крыму, Крестовской области. Вот. Но родители этих плодов чудес были с Дальнего Востока. Ну, кто их опылял, интересно, да? Вот. Серафим из Дальнего Востока опылял его, похоже, и, видимо, как-то сказалось. Рядом Королевская. Королевская – это тоже чудо. Он с этого. Кстати сказать, вот я не раз ещё вернусь к теме. Меня долгят за это. Помните, что они назвали? Вот если с ним взять косточки, да? А вы захотели взять косточки, я ничего не путаю. Косточки клонов Серафима. Гигантские которые. Вот. А почему верите мне? А почему не верите выпусницам Тимираза, таких в лишний раз фамилии не треплю? Вот. Но все знают, о ком речь идёт. Как они влипли в это самое? Как они влезли в это? Чуть не сказал, куда. Вот. Со своей ненавистью видится это. Что раз это свободное опыление, то вырастут эти из них. Как там было? Ложь и мошенничество. Дички и жердели. Да я мечтаю, чтобы у меня жердели жили. Вот. Тут многое зависит не только от этого, от размера плода. От других качеств. Так вот, вы захотели десяток черешни, будет. Ну и я вас первый в это. Или не помню, нет. Или в лишний раз это, может быть, уже поместил в отдельную папку, где, как бы, особые люди. Вы же особые. Вон, Тюми. Вот. Или ещё раз подстрахуйтесь. Закажите каталог, там у меня, правда, цены чуть поднялись. Так. А клоны я вообще никому не обещаю. Я ещё посмотрю, что с ними делать. Теперь так. Значит. А черешни есть? Да. Сейчас уже мне один товарищ умудрился сделать заказ на 200 косточек персика. Я ему отвечу. 10 штук в одни руки. Вот. Такой уж урожай. Черешни много, но большую часть опять попадает к птицам. Вот. А уже кто-то заказал 30 косточек через них. Значит, получается, что, видимо, я буду распространять по 10 в одни руки. Всё, посмотрим. Вот. И всё-таки не метём, а катанием. Вот. Вы же уникальный человек. Почти вся ваша абрикос коллекция у меня растёт. Вы пишите. Уникальный человек. Ну, наверное, вам будут поблажки. Только напомните про поблажки. Вот. Теперь так. Я лично раз хочу обратить внимание. Допустим, я взял с неё косточку. С этого косточка, с этого, с этого и с этого. Да. Вот. Я, конечно, не... Ложь, мошенничество, конечно, не зря меня припечатали. Но я же не скажу, что такие вырастут. Уже на дереве получилось так, с одной стороны и это... А телегония, это важнейший момент. Вот. Меня сейчас слушает следующая Мирослава. Это мой праздник, что у меня теперь такой... Появился такой уникальный человек среди моих людей. Вот. Сейчас я с ней познакомлю. А теперь представь себе, что... Что же мне делать-то? Я должен показать во всей красе. Я говорю, телегония. А она, человек с учёного мира, и скажет, у неё высшее образование не хуже, она, наверное, всё-таки лучше, чем это. Чем... Вы простите, теми язык. Потому что и к такому научили, теми язык, что я в ужасе. И получается, что... А она скажет, телегония не существует. А? Термин телегония ищите сами. Ну, в общем, влияние партнёров без зачатия. Нет, с неполным зачатием. Вот. С зачатием, но отторжением благодаря генной несовместимости. Понимаете? И что получается? Вот это вот самое красивое фотографии. Это уже попроще. Это с этого же дерева, но с другой стороны. А вот это фотография, с третьей стороны. А вот это влияние Амур. А он с другой стороны. Вот это вот. Кто на это самое рядом был? Правильно. Дураку понятно. Я даже фотографию... Ой, не догадался. Короче, это Королевский с этой стороны. И они с одной стороны. А с этой стороны с другой. А этот... Амур. Амур. А теперь смотрите. Я беру косточки эти. А он еще и помельче будет. Дичка не... Дикаря не будет. Там эти, конечно, зря меня скомбляли. Но он там превратится в обыкновенного. Амура. Я его саму напылял. То есть, дерево, а с двух сторон у него супруги. Поняли, да? Вот. А теперь подумайте. А может, это что-нибудь понадежнее? Королевский, академик. Ну, хотя я уже так. Люблю поговорить, уж извините. Субтитры сделал DimaTorzok